Продолжение следует... Да. Это будет WebSocket. Значит, какая проблема? Основным способом взаимодействия браузера и сервера является протокол HTTP. Это хороший протокол, очень мощный, очень эффективный, но у него есть проблемы. Он может только оправлять данные в одну сторону – от сервера к клиенту. Клиент запрашивает данные, сервер их отдает. И иногда в создании реал-тайм-приложений нам хочется более эффективно, более быстро взаимодействовать с сервером. Для этого есть несколько решений. Такие как пулинг – это когда мы посредством выполнения клиентского кода, JavaScript, например, на сервер каждые несколько секунд или одну секунду, или несколько миллисекунд отправляем запрос. Типа «Есть что-нибудь новенькое? Есть что-нибудь новенькое? Есть что-нибудь новенькое? Есть что-нибудь новенькое?» А сервер отвечает «Нет, нет, нет, а вот сейчас есть, а сейчас нет, а сейчас нет». Такой подход был реализован, когда в ноябре прошлого года проводился матч «Карякин-Карлсон» по шахматам за звание чемпиона мира. И там была, прямо на сайте была интерактивная доска, и там был реализован механизм пулинга. Каждые 250 миллисекунд они отправляли запрос на сервер «Случился ли новый ход?». Это хорошая техника, она довольно проста в реализации, но у нее есть некоторые минусы, такие как генерация большого количества трафика, просто огромного количества трафика, потому что на каждый запрос вам нужно установить соединения, обменяться какими-то заголовками и отдать данные. Это довольно дорого. Есть более продвинутая технология «Long Polling». Это когда мы устанавливаем одно соединение, но сервер на него не отвечает. Он ждет, пока у него появятся какие-то данные, и как только данные появились, он возвращает ответ. То есть мы посылаем запрос к серверу, сервер ждет, как только у него появились данные, он отвечает. Уже лучше, но все равно много. На каждое взаимодействие нам нужно заново устанавливать на сервер новый запрос. Еще более костыльное решение «iFrame без конца» или «Endless iFrame». В таком случае мы на клиенте открываем iFrame, и этот iFrame запрашивает какие-то данные сервера. Сервер не спеша отдает эти данные, и таким способом получается некоторая пародия взаимодействия клиента и сервера. Тоже не очень хорошо. И другие костыли посредством, например, каких-то Silverlight приложений или флеша. Это, конечно, все интересно и прикольно. Пользоваться можно, но больно. В качестве решения этой проблемы был предложен протокол WebSocket. Это протокол полнодупрестной связи, который работает поверх TCP-соединения и предназначен для обмена сообщений между браузером и веб-сервером в режиме реального времени. Ну, тут, как бы сказано, браузер, но вы можете использовать в качестве клиента не только браузер, а мобильный девайс или просто ваш какой-то свой сервер. Это будет работать и в таком случае. Как же работает WebSocket? Когда клиент хочет открыть WebSocket на соединение, он посылает на сервер запрос такого вида. Тут нас интересуют два хедера. Это upgrade, где мы указываем тип протокола, на котором мы хочем переключиться, и connection, ну, upgrade. Видя такой запрос, сервер понимает, ага, меняем, короче. Мы теперь тут не туда, не простое HTTP у нас будет запрос, а WebSocket. Он отвечает, окей. Он отвечает, во-первых, заголовком, номером ответа 101, и опять же upgrade WebSocket, connection, upgrade. Все, после этого между клиентом и сервером установилось TCP-соединение, через которое они могут присылать данные туда или обратно. Собственно, как они это делают? Они делают это посредством фреймов. Маска фрейма выглядит вот так. Кто не понял, тот поймет, если почитает RFC, но нас интересует вот эти вот четыре кода, четыре байта. Это тип фрейма, который пересылается. Фреймы могут быть разных видов. Это могут быть контрольные фреймы, такие как close, закрыть соединение или открыть. Ну, то есть, когда мы получаем фрейм close, мы просто закрываем соединение. И ping-pong для проверки того, что соединение все еще живо и не отвалилось. Еще есть один контрольный фрейм, который я здесь не указал, но он служебный и используется для того, чтобы, когда нужно передать большое сообщение, у нас фрейм этот, что этот фрейм – это продолжение предыдущего. И также есть фреймы данных. Это могут быть текстовые или бинарные данные. То есть мы можем пересылать как текстовые данные, так и там картинки или какие-то другие файлы. Также в протоколе сейчас предусмотрено порядка 10-11… Нет, ждите. 10 зарезерированных фреймов для бут последующего расширения протокола. 5 для контрольных фреймов и 5 для фреймов данных. Безопасность. К сожалению, безопасность – это не самая сильная сторона этого протокола, поэтому как таково он не содержит в себе механизмов для авторизации. Мы можем, конечно, авторизироваться посредством origin-header, который мы передаем в запросе. Ну, в смысле, это соединение установлено с сайта там, google.com. Но это легко подделывается посредством ручного создания запроса. Также, помимо обычного сокета соединения, мы можем создать зачищенное сокетное соединение. Оно работает абсолютно по такому же принципу, как и HTTPS. Ну, там существует VSS. Расширение. Протокол поддерживает некоторые расширения. При установлении соединения мы можем запросить несколько, каким протоколом мы хотим взаимодействовать. Например, SOAP или WAMP. Довольно экзотические протоколы, но, тем не менее, возможно, кому-то они пригодятся. На что сервер может ответить, ага, окей, я поддерживаю и SOAP, и WAMP. И дальше уже они решают, дальнейшее замедействие происходит по этим протоколам. Так, перейдем к интересным вещам. Как это все работает? Тут представлен листинг JavaScript кода, на котором мы создаем объект WebSocket и указываем адрес, которым мы соединяемся. В данном случае localhost. Как только после этого мы создаем хендлеры для различных событий. События, если не изменять память, четыре основных. Это onOpen, то есть оно триггерится тогда, когда у нас отхылось соединение. Мы можем какие-то действия произвести, не знаю, показать пользователю, что ага. Мы к connection с сервером установлен. OnClose, когда соединение закрыто по какой-то причине, это может быть наше, либо же по инициативе сервера. Например, сервер задедосили, и он упал. И также onMessage, это этот event триггерится, когда какое-либо сообщение приходит от сервера. Вот мы имеем доступ к этому, к данным, которые присылаются, и можем делать с ними, что захотим. Передать дальше, распарсить, показать, что еще захотим. И еще есть один, ну это не триггер, это action. Это мы можем послать какие-то данные на сервер. Он вызывается довольно просто. Socket, send и данные, которые мы хотим послать. Ой, ой, слишком много. Как это на сервере? На сервере выглядит абсолютно так же. Тут показан кусок Ruby кода с фреймворком Event Machine. И все то же самое. Мы создаем объект WebSocket и навешиваем на него какие-то хендлеры. Открытие на закрытие на сообщение. Проще просто некуда. Поддержка. Это довольно молодой протокол. Status Rf7 он получил только в 2011 году. Поэтому поддержка браузеров не такая обширная, как хотелось бы. Но тем не менее, современные браузеры все поддерживают его. И он на них довольно хорошо работает. Последствием поддержки языков программирования серверных тоже довольно хороша. Практически любой язык, который вы возьмете, будет иметь в себе какие-то библиотеки или фреймворки, либо еще что-то для работы с WebSocket. Некоторые языки подходят для этого лучше, некоторые хуже. Пару слов об отладке. В браузере, в хроме, мы можем кликнуть по запросу во вкладке Network и увидеть фреймы, которые пересылаются. Вот они выглядят как зелененькие туда, синий, беленькие обратно. Очень просто дебажить и смотреть, какие данные, как пересылаются. Производительность. Как сказать? Одной из хороших, положительных сторон WebSocket, протокол WebSocket является малое количество трафика, который он генерирует. Тут на данной таблице, на данном графике показано три ситуации. Когда у нас одна тысяча клиентов, когда у нас десять тысяч клиентов и когда у нас сто тысяч клиентов, и каждый клиент посылает один реквест в секунду к серверу, какие-то данные получить. И как это выглядит? Синенький – это количество трафика с пулингом. Ну, я рассказывал, когда мы каждый регулярно опрашиваем сервер. А оранжевый – это сколько трафика генерирует в WebSocket. И в случае с пулингом количество трафика просто огромное, а с WebSocket оно растет очень медленно. Потому что для пересылки фрейма нам не нужно заново устанавливать соединения, обмениваться хедерами, сертификатами и всем прочим. Однажды устанавливаем соединение, мы можем очень эффективно пересылать данные туда и обратно. Ах, слишком много. Вот так. Тут представлены результаты некоторого эксперимента. На сервере вот такой конфигурации запустили несколько клиентов на языках программирования и провели нагрузочное тестирование. Оказалось, что на языке C++ можно обслуживать одновременно порядка 30 тысяч клиентов. Это неплохо. Очень неплохо. На языке Clojure тоже схожий результат. Чуть хуже себя показали эликсиры Phoenix. Ruby вообще просто ничего не показал. J-Ruby показал чуть-чуть лучше, но примерно ничего. Но отчасти это потому, что они использовали ActiveCable из Rails 5, а это не самое лучшее применение, не самый лучший инструмент для работы с веб-сокетами. Если бы они использовали Event Machine, возможно, у них бы были показатели лучше. И последним строкой идет Node.js. Node.js очень популярен. Отчасти потому, что там есть довольно богатая библиотека Socket.io, которая позволяет очень легко работать с веб-сокетами. И расход памяти, но это никому не интересно. Не знаю. Не могу точно сказать. Не помню деталей. Как конкретно запускались каждый из фреймворков. Недостатки у веб-сокета. Это ресурсоемкость, как ни странно, но это ресурсоемкость для поддержания большого количества коннектов. То есть нам нужно довольно много ресурсов, чтобы одновременно держать коннекты, но при этом у нас есть существенная экономия на трафике. Нет кеширования, но как бы посредством такого. Мы можем закешировать что-то на стороне сервера, но не можем что-то закешировать на уровне протокола. Обрывы соединения, то есть соединение, так как оно real-time, оно может оборваться, при этом вам нужно заново его устанавливать. Это не очень хорошо работает в некоторых условиях, таких как, например, мобильные клиенты или в условиях очень плохого коннекшена, где-нибудь в лесу или еще что-нибудь. Также к минусам архитектурные особенности. Это, как правило, вам нужно… У вас есть сайт, например, и вы хотите добавить поддержку веб-сокетов для показания каких-то real-time данных, графики, курсов валют или еще что-нибудь. Для этого зачастую вам придется создать отдельное приложение, которое запустить параллельно с основным проектом, которое будет обслуживать только веб-сокеты. И плюс это слишком круто, то есть это очень модная и современная вещь, и не всегда хорошая поддержка есть в этом. Ну, как я уже говорил, Internet Explorer только с десятой версии поддерживает. Но при статках есть и преимущество. Это full duplex, то есть мы можем обмениваться данными туда и обратно, как с клиента на сервер, так и с сервера на клиент. Мы генерируем меньше трафика, у нас меньше задержка, потому что, опять же, нам не нужно устанавливать соединения. Соединение установлено, и мы очень быстро пересылаем данные туда-сюда. Может работать не только с браузером, как я уже говорил, это могут быть мобильные приложения, либо же прям сервер-то-сервер. С этим довольно легко использовать, то есть вы видели примеры кода, они очень просты. Важный момент, это стандарт, это не какое-то костыльное решение, которое работает как-то поверх каких-то хаков. Это стандартизированный протокол, который очень четко описан, и который в скором времени, который уже поддерживается всеми браузерами, и в дальнейшем будет только развиваться. Это одно соединение, то есть одно жестное соединение, мы работаем по нему и не создаем дополнительную нагрузку. И нет проблем с прокси. Раньше была некоторая проблема в том, что не все прокси-сервера хорошо работали с веб-сокетами, но последние пять лет ситуация очень сильно улучшилась. Применение. Где можно применять такую хорошую технологию? Это различного рода реал-тайм-приложения, чаты, онлайн-игры для создания мультиплеера в этих онлайн-играх, это трейдинг, где скорость отклика крайне важна, совместное редактирование документов, мониторинг каких-то данных, ваш стартап, конечно. Ну и в частности прямо сейчас управляя этой презентацией, использую технологию веб-сокет, потому что у меня на телефоне открыт сайт, и как только я делаю здесь, перелистываю страницу, оно перелистывается и там, потому что там тоже открыт браузер. В частности сейчас мы применяем эту технологию в одном проекте production, и там мы это используем для пересоздания мультиплеера в некоторого рода онлайн-игре. В заключении. В технологии есть хорошая поддержка со стороны сервера и относительно хорошая со стороны клиента. Современные клиенты поддерживают, старые не очень. Это стандарт, не какое-то костыльное решение, которое через какое-то время может стать неактуальным. Мы имеем выигрыш производительности, но это не серебряная пуля, не стоит в любого ваше приложение пихать веб-сокет, потому что, ну, веб-сокет. Давайте все сделаем на веб-сокет, давайте мы загрузим пустую страницу, а потом все данные будем в страницу передавать по веб-сокету. Как бы можно, но зачем? Это хороший инструмент для своих задач. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я сразу же на них отвечу. Прошу. Да, для записи скажу, что вопрос про время жизни сокетов и про пинг, и про всякое такое. Да, если какое-то время сокет неактивен, он может помереть, но это может быть не связано с реализацией сокета. Может быть разрывы сети, либо же логика сервера, что он не хочет поддерживать пустые сокеты, и он их отрубает. Если нужно клиенту взаимодействовать, он потом снова подключается. Но в целом в протоколе есть поддержка пинг-понг запросов для проверки, живо ли с ними или нет. Ну, например, если отправим сообщение, он же нам вернет, что соединение уже мертвом, то у нас будет заново открыто. Да. То есть для долгосрочного, то есть мы заключились и там ждем какое-нибудь событие, нам надо вперед передавать. Для этого есть пинг-понг. Они автоматически сами посылаются. Если вы просто создадите соединение и подкроете вкладку фрейма в режиме отладки, вы увидите, что периодически сама реализация просто веб-сокет библиотеки на JavaScript, она будет посылать какие-то данные, чтобы соединение, как вы сказали, не закрылось. Да. Пинг-понг, он почти не взял трафик. Просто у меня почему-то не взял трафик. Почему вы можете сдавать ее в режиме? Да. Время ожидания, как можно. Да, вы можете, во время установки соединения вы можете передавать различные хедеры, которые могут себе заключать опции сколько жить сокету. Вы получили, что вот этот сокет будет, если он живет только там 3 минуты. Если 3 минуты прошло, он умирает, открывай новое соединение. Прошу. А где есть подброска браузера поддержки? Вопрос от поддержки браузеров сокетами. Да. Сейчас вы берете последнюю версию. Ну, как я там указал на слайде. Показана поддержка. Ну да, они поддержат из коробки. Вам не нужно не ставить каких-то дополнительных библиотек для работы с ними. Прям в JavaScript уже есть готовый объект WebSocket, который вы создаете, передав туда адрес, по которому подключаться, и работаете с ним. А была проблема с тем, что он не собирает помочь? Это было в 2010 году, да, была проблема, когда была возможность отравления, как сказать, из-за недостатков протокола, недостатков работы, как прокси-сервера работают с этим протоколом, можно было произвести атаку на прокси-сервера и подменить некоторый контент на них. Да, для этого Mozilla отключила поддержку сокетов, но впоследствии, когда проблема решилась, они включили ее. Да, еще. Прошу. Вопрос про оптимизацию серверной стороны. Ну. Это вот на вот этой машине 30 тысяч клиентов. Вы можете это распараллеливать. Вы можете пускать несколько серверов и подключать клиентов к разным серверам. Это горизонтальное масштабирование будет хорошо работать. А вот еще я хочу сказать, какая-то оптимизация для формы дингосообщения между, например, общей использованием документов, например, как будут в области сделаны, если весь человек пользуется документом, а все данные взяты через сервер. Они нагружают сервер? Или там просто идет форму на один? Ну. Отзвестно от вашей реализации серверной архитектуры. Если вам нужно, например, какие-то данные пишите с клиентом, вам их нужно положить в базу, проверить какие-то, провалидировать. Ну, наверняка в каждом языке есть оптимизация, как минимум, что мы… Но это мало ли университет, да? Да. И опять же на уровне реализации фреймворка, который работает, потому что фреймворков очень много. И стоит выбирать, может, некоторые будут работать лучше с вашим случаем, а другой будет лучше работать, когда нужна интеграция с базами данных и другими сервисами. А вы знаете, что у нас клиента настолько нагружается на клиентской части? То есть, насколько я понимаю, одно соединение – это один вопрос, заблокированный варваре. Не скажу, что у нас не встречались проблем с клиентской производительностью. По сути, это просто соединение, оно висит и… Ну, не блокирует выполнение других функций. Вопрос еще? Да. Вопрос про язык для веб-сокетов. Вы имеете в виду серверную часть? Со стороны пользователя лучше, конечно, использовать JavaScript, ну, потому что он будет работать во всех браузерах, и там довольно хорошо описан, и есть несколько библиотек, которые уже работают поверх веб-сокета. Это представляет тебе более высокие, высокоуровневые абстракции и с более удобным способом взаимодействия. Со стороны сервера? Со стороны сервера. Мы сейчас используем Socket.io. Для работы это JavaScript библиотека, и это работает на Node.js. Но это связано с тем, что нас интересуют… Некоторые наши клиенты, они работают на… на старых версиях браузеров, и Socket.io предоставляет поддержку старых браузеров посредством лонг-пулинга и веб-сокет. То есть как это сделано? Если он проверяет, браузер поддерживает веб-сокет, если да, он работает по веб-сокету. Если браузер не поддерживает веб-сокет, он начинает работать через лонг-пулинг. Это чуть ниже эффективность, но позволяет абстрагироваться от таких технических особенностей. Это я говорю про библиотеку Socket.io на клиенте и Socket.io на сервере. Да. Можно использовать просто прям нативный объект веб-сокетный в JavaScript.io. Он будет прекрасно работать. По поддержку старых протоколов я введу клиентскую часть. На бэкэнде вы можете использовать то, что вам нравится. Конечно, некоторые языки лучше работают, которые поддерживают, опять же, мультипоточность и распараллеливание, а некоторые хуже. Например, один мой знакомый писал веб-сокетный сервер на PHP, и у него было много боли с этим связано. Но я думаю, у него в принципе много боли. Да. У кого-нибудь еще есть вопросы? Илья. Окей. Я думаю, это все. Спасибо большое. Я… Я останусь в зале еще на следующий доклад, поэтому если вы хотите пообщаться в личном порядке, подходите, я отвечу на вопросы. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.